Сегодня, 25-26, точнее, декабря 2023 года, после Рождества Христова, вот с новой эры, поприветствовать тех, кто традиционно приходит на нашу гештальт-лабораторию и слушает какие-нибудь интересные или неинтересные вещи. И хочу я сегодня разобраться немножечко, предложить вам с тем, как и для чего нужны праздники, и что это такое с точки зрения циклоконтакта. То есть привязать гештальт-теорию к такому замечательному явлению, как праздники. И под заголовки у нас будет «Тело, карнавал, праздник». Во-первых, я хотела бы внести некоторые соображения, что есть разные виды праздников и разные виды действий на праздников. Некоторые праздники очень торжественные и требуют почтительности и покоя. Некоторые, наоборот, шумные и требуют громких выплесков эмоциональных и физических. Некоторые имеют определенные ритуалы, которые совершенно необходимы. В любом случае, это любят повторять разные авторы, они обнаруживают, что слово «праздник» и слово «праздность» одноколенные. То есть, что мы делаем что-то праздное или пустое, если слово «порожний». Ну, праздный, порожний, конечно, не одно и то же, но похоже, относительно того, что происходит обычно. И к этому я вернусь еще чуть позже. А для начала я бы хотела разобраться, например, что такое карнавал и что такое маскарад. Вот когда объявляют бал в маскарад, это вам не то же самое, что карнавал, правда? А когда объявляют карнавал, это не то же самое, что бал. А когда объявляют бал, это не то же самое, что праздник, допустим, дня рождения. То есть, мы можем устроить бал в честь открытия моста нового через речку, например. Чем они будут отличаться? Очень ясно, правда? На балу танцуют, к ним специально готовятся. И по моим таким сведениям, последние 10 лет, прямо культура такая прекрасная стала развиваться, что люди специально за несколько месяцев до мероприятия готовятся к балу. Разучивают танцы, готовят костюмы, но больше разучивают танцы. Потом их исполняют. Например, это может быть корпоратив, крупная организация, где топ-менеджеры приготовят свои танцы. Бальные танцы или какие-то специальные, обычно бальные, с преподавателем. И будут очень стараться их выполнять, и это будет приветствоваться. Есть маскарад. Маскарады – это интересно. Они то входят, то выходят из моды. На маскараде, как вы понимаете, человек приходит в маске, в костюме в маске. И его под ней не узнать. Если вы вспомните случайно школьную программу и пьесу «Маскарад» Левонтова, он взял классическую интригу, что герой, один такой опрометчивый, не узнал под маской даму, и в результате стал преследовать чужую жену, потому что та самая дама, которая была под маской, оставила ему браслет, принадлежавший другой женщине. Ну, кончилось все это плохо, как мы помним. То есть настолько маска, что не узнал ни голоса, ни человека. Ну, на этом построены некоторые детективы. Правда, последнее впечатление у меня, что нормальных маскарадов, таких серьезных, где можно не узнать человека, как-то давно не было. И, допустим, в сюжетах детективов маскарады появляются у Агаты Кристи, но появляются как-то военные еще, то есть, ну, 50-70 летней давности. То ли освещение стало улучшить теперь, то ли люди стали более разборчивыми. Но, тем не менее, маскарад – это маска, которая не узнается. И, может быть, даже задана тема маскарада, задана, допустим, это будет что-нибудь экзотическое. Ну, пожалуй, нет. А вот если там задана тема, это будет карнавал. Карнавал. То есть на карнавале необязательно маска. Человек может быть с открытым лицом. То есть он может быть узнан, но задается тема. Допустим, карнавал, посвященный животным. Карнавал в честь, где будет тема Африки. Там джунгли, Антарктиды, освоение космоса. Карнавал, где тема будет задана, допустим, кулинарием. И все изощряются, придумывая всяческие костюмы. То есть, обратите внимание, на маскараде нет возможности делать конкурсы костюмов. Потому что там могут быть крупные костюмы. Там пьеррор, литин, там традиционные, из итальянского набора. Восьми персонажей. Или какие-то другие. Вот нас, допустим, обязательно участвовало бы в маскараде Маша и Медведь. Правда? Была бы маска медведя и маска Маши. И могло бы 10 Маш, пожалуйста, и 10 Медведей. То есть, никого бы это не смутило. А на карнавале возможен конкурс костюмов. Возможно, соревнования. И, возможно, тема. Ну, это по краям. О, шляпка еще поменялась у Светланы. Да, прекрасно. Спасибо. Спасибо те, кто поддерживает Медведь шляпки. У меня шляпка французская, настоящая, старинная. В которой, в общем, ни на маскарад, ни на карнавал, ни на бал. А на серьезное мероприятие полагалось приходить французской даме. Живущей где-нибудь в Бургонди. Итак. Специальная одежда и специальные действия. Допустим, бал. Он как-то будет к чему-то приурочен. Или он сам по себе будет событием. Событием. И, может быть, отчет написан на балу. У нас сейчас заменился вечеринкой, пати. Ну, допустим, будут тематические партии. Это смесь обычного карнавала и балок. Ну, вот, допустим, печально такой нашумевший несколько недель назад карнавал, на котором идея была, чтобы было мало одежды, но который оказался на виду у широкой публики, папарацци, в общем, вызвал возмущение. Вот. А теперь для чего и как мы делаем эти самые праздники? И почему здесь задействовано тело? И почему и как может все происходить? Вообще, каждый день, можно считать, что каждый день – это праздник. Правда? Ты утром просыпаешься и говоришь «Здравствуй, солнышко». Потом живешь день, потом говоришь «До свидания, солнышко». И ложишься спать. Ну, кому-то покажется время сна основной жизнью, а пробуждение будет такой скучной реальностью, как будто наоборот. Жизнь днем настолько интересна, что даже жалко ложиться спать. И как-то так придется прощаться с чудесным днем. И с нетерпением, с нетерпением ждать следующего. Это уже как повезет. Можно… То есть перемены. Перемены, во время которых элемент праздника, ну, совсем маленький. Он в варианте «Прощай и здравствуй», «Прощай ночь», «Здравствуй день», «Прощай день», «Здравствуй ночь». То есть такой маленький-маленький ритуал перехода. А может быть, что-то еще вмешается в обыденность. Представляете, если бы мы работали 365 дней в году, иногда 366. Тогда, наверное, праздником был только этот лишний день, да, один. Без сна, без отдыха. Все дни одинаковые, только солнышко. Это меняет свое место. А если ты живешь в Южной Крестке, еще и солнце одинаково, день и ночь. По 12 часов идут, 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 идут. Никакой надежды на что. Ну, на экваторе, да, там же никак не меняется освещенность. Это у нас в нашем климате. Весна пришла, ура! Осень пришла, ура! Золотые листья, зима пришла. Ой! Или ура! Ну, кому как. Необходимо сделать что-то, что, и это будет полезным, что как-то поставит точку, сделает время осязаемым, время ритмичным. И это праздники, которые мы располагаем по календарю. Вот Новый год скоро, и вот мы его будем праздновать. Кстати, в Европе его празднуют мало, празднуют Рождество, шумно. Ну, немножко выходит людей на Новый год, но на праздники, на площадь, популять из ракетниц, подключать ура, выпить шампанского. А вот, ну, эти ты согласитесь, такая удивительная история. В своем часовом поезде ты знаешь, что одновременно, в этот самый момент, в разных городах, в разных домах, все одновременно скажут, ура! И в этом что-то есть. Правда, ты как бы выходишь из обыденного времени в особенное время, потом возвращаешься в обыденное. Ну, или перейдем к более простым календарным праздникам, допустим, Масленицам. Или вот деревенские праздники, к сожалению, горожане совершенно о них забыли, их не используют, когда все переодекалятки, когда все переодеваются, надевают выворченные тулупы, дети ходят по домам, просят конфеты, изображают чертей и всячески, ну, вот, мучают взрослых. Совершенно законный, законный. И, главное, единомоментно, обратите внимание, единомоментно в разных поселениях. Я могу знать, что если я живу в деревне, допустим, Верхнее Волга, а приеду в деревню Нижние, там, Вяземки, то все равно стану тот же самый праздник. Пернавал, который будет в странах католического такого круга, ну, он будет в испаноязычных странах обязательно, он будет в Германии. У меня есть видео чудесных карнавалов в небольших городах на границе Голландии и Германии. И видео на Кипре, карнавалом, шествия, люди идут в масках, изображают что-то. На Кипре меня что удивило, карнавал, там обязательно было представлено госучреждение, в том числе мэрия. И моя подружка, которая мне сделала такой подарок, мы пошли на карнавал, она сказала, ну, известное дело, они в этом году опять будут в этих костюмах, они одеваются в пародийные костюмы заключенных. То есть такие полосатые комбинезоны, что типа, так вот они при начальстве мэрии, да, городская этого городочка, в котором дело происходило, а, значит, вот тут они наоборот. Вот, говорит, никакой выдумки, они всегда одинаковые. Но каждая организация, каждая деревня были представлены своей красивой, как-то украшенной машиной и рядом с ней шествием, тематических костюмах. Ну, вот мы как-то, как культура, по политическим соображениям потеряли первомайскую демонстрацию, хотя жалко, потому что в разных странах мира проходят первомайские демонстрации, но как-то наши власти после перестройки заодно выкинули такое чудесное дело, как пройтись в начале майских праздников по улице, так вот, с цветочками в руках, выкрикивая всякие дурацкие лозунги с детьми, солидаризируя простых смертных и труд. Обидно даже, да, потому что праздник был совершенно невинный, но как-то он пострадал вместе с общей борьбой. И, кстати, интересно, правда, поменяв как бы стиль власти, власть предыдущие праздники отменила и назначила новые в новые даты. Но так же, как любая победившая крупная группировка и в древности заменяла местные праздники чужими, можно оставить костюмы, оставить быт, оставить орудия труда, вот праздники надо заменить, потому что и сразу становится понятным, для чего они, что они связывают мир волшебный, мир особенный, верхний, сакральный, душевный, мир прагматичный, здешний. Вот. Обратите внимание, я даже не буду сейчас касаться церковных праздников, которые объявляются заранее и которые все знают, соблюдают, верующие, неверующие. Ну, это календарные праздники, они для всех одинаковые, для всех. То есть, допустим, в городе Вильнюси на Пасху по году делается обязательное шествие с такими шестами, украшенными красивыми веточками растений. Вербы, вербы, верянские вербы, называются вербами. Вот я бы что-то забыла приготовить, потому что вы сейчас потерпите немножечко. Я сейчас принесу свою коллекцию этих чудесных объектов. Вот они у меня не очень большие по размеру. Но, то есть, эти где-то сантиметров 40-50. Но самый большой, который у меня был в коллекции, он был человеческим ростом. Такой очень серьезно сделанный объект. Тут веточки, цветочки, вот видите, как, да? И сверху обязательно холочки. То есть, что-то языческое, но в честь даты, которая, вроде бы, чисто христианская. Ну, в общем, почти майский шест. То есть, люди одеты просто празднично. Тоже, обратите внимание, празднично. То есть, у вас особенная одежда, которая не надевается в будние дни. И несут в руках вот такие вот тучечки. Идешь, так и. Ну, можешь сам сделать, можешь купить. Сидуртушки разглядывают. Ну, только и видишься. Больше нигде этого нет. В обычае. В соседнем колоннессе уже нет. То есть, здесь смысл в том, что в этот день, а Новый год даже в этот час, в разных местах делают одно и то же. И этим очень, ну, как бы, отмечают. Что отмечают? Единство мира. Единство планеты. Единство себя этого мира. Какой-то ритм. Теперь есть праздники календарные. Женоперсональные. Где отмечаются именно для этой семьи, для этого человека. Это у нас что будет? Дни рождения, дни свадьбы. Именины. Именины. Иногда дни повиновения. Вот. То есть, это объединяет маленькую группу. Персональную группу. Мы можем знать, что в этот день у людей что-то происходит. И я знала одного человека, который категорически не устраивал семейных праздников. Он дожил лет до сорока. Именно под лозунгом «Я не буду делать то, что делают все. Я свободный человек». И так далее. Потом все-таки сдал сам на уговоры. И оказалось, что у него много друзей, и что это очень весело, и что можно действительно собраться либо в кафе, либо дома. Но дома, оказалось, ему больше нравится. И вот сделать что-то такое особенное. Особенную еду, особенную музыку, особенные разговоры, что это приятно. И я его спросила недавно, «Слушай, а что ты раньше-то не делал?» Он говорит, «Был?» Не умен. Не понимал, с чем счастье. И протест против родительских правил заставил меня отказаться от такой чудесной традиции. То есть, есть люди, которые без приглашения требуют, они никогда не напоминают свой день рождения, но очень обижаются, если к ним в этот день не пришли. Ну, традиция старая. То есть, в этом смысле, если мы возьмем XIX век, то у Некрасова есть такие скептические стихи по этому поводу. Но вообще, вот день рождения у крупного чиновника. И вот он сам там как-то его отмечает, но обязательно к его подъезду должны приехать люди и отметиться подарками или письмами или чем-то. Если он не подъел, то, в общем, будет себе пересчитан, ничего хорошего не будет. Хотя сами они не поднимаются и не разговаривают с ними, они просто отмечаются в этот день. Ну, и мы можем вспомнить чудесную историю, которую кто-то из вас, наверное, помнит. Где есть фраза «В третий день пью твое здоровье, государь». Кивните мне, пожалуйста, чтобы помнить эту историю волшебную. Это Петр Великий, времена его и Меньшиков. Меньшиков был временщиком, и, в общем, его благосостояние и благополучие целиком зависели от Петра. И, как всегда бывает в таких случаях, от избыточной строительности он и вытеснил, забыл какой-то привет Фрейду, психоаналитическим моделям, день рождения Петра. А Петр, будучи человеком злопамятным, он ему типа не напоминает. И вот, значит, Меньшиков на третий день просыпается и понимает, что он не поздравил своего богодетеля с днём рождения. Он понимает, что ему, ну, в общем, всё, каранты, ну, жив останется, ну, в общем, все блага кончатся. И он пишет знаменитое письмо. «Третий день, не просыхая, пью твое здоровье, государь». Петр расхохотался по свидетельству очевидцев, ну, совершенно понял, в чём дело, но простил, потому что красиво было изложено, да. «Третий день пью твое здоровье». Ну, что тут скажешь. Вот. И есть праздники совсем разовые, например, прощание, прибытие, свадьба, похороны в некотором смысле являются праздником, литолом таким, с оттенком печали. То есть, когда объявляется свадьба, ну, на юге России собираются по 300-400 человек. Это такое социальное действие. Где не все знают друг друга. Но обязательно должны присутствовать. Теперь, что мы делаем во время таких мероприятий? У нас тоже сейчас небольшой праздник, такой разовый. Ну, почти обязательно. Каждый год мы что-то такое делаем перед Новым годом. Поздравляем друг дружку. Мы делаем обязательно такую встречу. Мы как-то специально одеваемся. Мы собираемся вместе. Мы берем в руки особенные предметы. Вот я видела у Яны чудесную игрушку, у Светы новогоднюю елочку, у Ольги тоже новогоднюю елочку. То есть, какие-то специальные атрибуты, которых не держим обычно. Мы не занимаемся рабочими делами или бытовыми делами. Мы их делаем заранее. Даже посуду как-то не принято мыть во время праздников. Это какое-то мрачное занятие. То есть, мы нарушаем, естественно, порядок вещей. Вот я приготовила шляпку. И которую я ни разу не показывала в эфире. Она мне лежала на готове просто несколько месяцев. Теперь, нам надо обязательно сделать еще что-то. Строго говоря, как мы уже понимаем, функция праздника – это создание какого-то изменения. Правда? То есть, это, по сути, ритуал. Всегда ритуал перехода. То есть, если широко посмотреть на дело, то это ритуальное действие, которое соединяет разные пласты реальности. Ну, прежде всего, реальность волшебного мира, реальность реального мира вместе. То есть, их задача – внести помеху в обыденную реальность и позволить миру собраться заново. Если мы возьмем, для этой цели делается Новый год. Помните, какие пожелания оставил в прошлом году? Все беды. Там только хорошие впереди. Или поздравления к дню рождения. Они совершенно ритуальные. Правда? Должны пожелать здоровья и счастья. В общем, может быть, это ни на что не повлияет. Но если этого не сделаешь, как-то не так. Ты не выполнил некоторого ритуала. И тогда, как бы, твоя часть включенности в этот праздник, она, ну, как бы, неполноценна. Она некомплектна в этом смысле, некомплектована. То есть функция праздника – завершить какое-то принудительное, сделать завершение каких-то дел или перерыв в каких-то делах, дать возможность начаться новым. В некотором смысле сбрасываются ошибки. Это вводят переустановки Windows в время от времени. Или, помните, другие программы, которые любят переустанавливаться. Говорят, пожалуйста, не выключайте компьютер. Мы тут должны сделать все по-новой. Вот. И если их не будет, то лучше понять, что произойдет, если их не будет. Но усталость, рутина и обыденность накатываются. Но, кстати, если человек в депрессии, ему не хочется праздника. Или он просто в травме, или просто в депрессии. Потому что он как раз этой перезагрузки, ну, как бы, интуитивно не хочет. И ему праздник не в радость. Может быть, отчасти, отчасти, отчасти в праздниках, может, косвенно указывать на депрессию. Либо конфликтного происхождения, либо травматического. Вот. То есть надо все встряхнуть. Ну, еще, допустим, таким же кризисом может быть встряхивание перина в старину. И, понимаете, выносили перину во двор и встряхивали, ну, чтобы все по-новой как-то было. Значит, нужно что сделать? Нужно задействовать и ум, и тело, и социальные отношения, и эмоции. Как встряхнуть ум? Ну, это самое простое. Правда, обею, что сегодня праздник. Думаем особенные мысли, совершаем особенные действия. Допустим, крестный ход. Да, ходим вокруг храма в определенном направлении, все вместе. И поем или подпеваем некоторые важные тексты. Новый год. Мы в 12 часов ровно кричим «Ура!» и шумим. Это уже мы пришли к действию, правда, от когнитивной части. Действие должно быть необычным, правда? Если обычно мы сидим, то нужно стоять. Если мы обычно стоим, то уже нужно, наверное, лечь или попрыгать. Если мы обычно бегаем, то здесь надо стоять на месте. Ну, трудно представить себе, что вы отметите Новый год марафоном, правда? Даже если бы спортсмен. То есть марафон – это отдельное событие. Вот. Значит, надо сделать что-то необычное. Необычное. В плане звуков. Надо сделать что-то необычное в плане еды. Надо сделать что-то необычное в плане действий. Ну, действие, проще всего, это танцы. Ну, и драка, которая совершенно обязательная, часть любого нормального праздника, связанного с переходом, ну, в финале где-нибудь, да? Немножко бешеной громкой музыки, которую обычно не включаем. Немножко необычных костюмов в виде карнавала. Ну, кстати, маскарадом тоже праздники не очень отмечают. Маскарады, скорее, назначаются как мероприятия, которые сами по себе являются событиями. Вот карнавал или бал в честь событий можно назначить? Допустим, бал в честь открытия Суэцкого канала. А маскарад, наверное, нет. Маскарад – это, скорее, отдельное само по себе событие, которое делают, ну, как поход в театр или поход в цирк. Его объявляют. По моим воспоминаниям, оно обычно не приурачивается к чему-то. Хотя, это надо проверять. У некоторых культур, может быть, они и имеют значение ежегодных традиционных праздников, допустим, подобным кому-как праздничное шествие. Карнавала – всегда определенные даты на Кипре. Ой, на Тенерифе-то какие карнавалы мне прислали друзья прошлогодние. И там из цветами выкладываются на улицах колоссальные рисунки. Колоссальные, то есть… И они живут только один день. Потом, ну, это лепестки цветов, потом их разметает ветер. Это очень красиво. Все ходят и смотрят. Вот. Необычная система отношений. Ну, на карнавале – это просто. Тот, кто тихоня в жизни может надеть костюм разбойника. Тот, кто… Карнавал – это не обязательно шествие, да? Может быть, и дом просто устроен. Совмещенный с балом. Тот, кто скромник, девушка скромница, оденет больное платье. Девушка, которая обычно очень смело одевается, возможно, оденет монашескую одежду. Сделать наоборот. Не в обычной роли. А в принципе, я с удовольствием отошлюсь к книжке. Михаила Бахтина. Творчество Франсуара Рабле и смеховая культура Средневековья. Где очень подробно на основании этого документа, ну, вот, книжки Рабле, знаменитой, как книжки Рабле, приключения таких фигур выдуманных, реконструируется атмосфера средневекового европейского карнавала. Мы ее, благодаря литературным источникам, знаем даже лучше, чем, ну, нашу историю традиционную. Можно почитать, если лениво читать Бахтина, можно почитать Собор Парижской Богоматери Викторию Гюгоуни. Вот тоже описан карнавал, ну, такой вот ежегодный традиционный карнавал, во время которого происходит часть событий. Поэтому нужно произнести правильные тексты, выпить неправильную еду, или, наоборот, специально правильную, сплясать неправильные или правильные в кавычках танцы, послушать правильную неправильную музыку, специально для этого сделанную, и совершить действия, которые в обычной жизни делать не делают. Нет. И тогда вы как бы сметаете старые, делаете мир молодым и свежим, потом возвращаетесь к нему, заново ориентируетесь. Если мы наложим цикл контакта на это, помните, да, то, наверное, праздник будет сочетать несколько моментов. Во-первых, конечно, это возможность интеграции. Все незавершённые дела, все незавершённые циклы, которые предшествовали празднику, они просто обнуляют, в них сметаются. То, что не закончилось само по себе, заканчивается принудительно. Помните, доставьте эти дела, пошли плясать. Или хватит там делать умные вещи, пойдём выпьем. Пошли, 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 давай, 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 все в хоровод. То есть завершили, потому что завершили. Что бывает небесполезно. Некоторые дела тянутся и тянутся, тянутся и тянутся. Ну, то, что ремонт можно приурочить к празднику, это святое дело. Второе. То есть можно сказать, что он обслуживает, как ни странно, парадоксальную фазу интеграции. С другой стороны, он очень интересным образом работает на совершенно другой фазе праздника. Ещё на одной фазе ориентации. То есть у тебя накопились дела, и ты готовишься к ритуальным изменениям. И ты думаешь, как бы их сделать. И ты на второй фазе цикла контакта начинаешь действие такое, типа петелечек таких, общений с миром. Может быть, так нет. Может быть, этак да. Может быть, этак тоже да. Может быть, ещё по-другому нет. А и в этот момент правила карнавала подсказывают настолько безумные формы, что, вступая с ними в отношения, ты начинаешь лучше, ну, как бы, понимать, что бы ты хотел. Ну, некоторые авторы могли бы считать, что карнавал относится и к третьей фазе цикла контакта – итоговое действие. Потому что это действие, во время которого разрывается слияние человека с обыденностью. Он вступает в отношения обмена с особенным миром, с особенным временем, с сакральным временем. И потом возвращается в обыденную жизнь. То есть разрываются границы реальности. Вот они только были, так тело, так раз. И мир, верхний мир, обыденный, соединяются. Но мир, нижний тоже немножко шевелится в это время, конечно. То есть традиционный вопрос, который так любят задавать – где же живет Дед Мороз между новыми годами? Ну, он вот живет на Северном поле, все. В Лапландии он живет, в Великой мостике он живет. Будет странно, если Дед Мороз будет стареть. Правда, он всегда должен быть одного возраста. Я помню историю, которую рассказывала мне подружкам. Она очень по этому поводу так хихикала. Она говорила. Так, детский сад. И девочек попросили надеть платье. Какие? Этих самых, ну, снегурочки. А мальчики одеться, ну, Дедами Морозами. Ну, хорошо. В общем, 4 года или 3 детки. Ну, в общем. И, ну, детки, девочки тихо пришли в каких-то там платьицах беленьких, голубеньких. На мальчиках, что смогли наделить чего-то красненькое. А дед папа, он не очень помнил правила. И он вспомнил, что розовыми ленточками полагается перевязывать приданное, когда рождается ребеночек у девочки, и голубенькими ленточками полагается перевязывать, ну, детские вот эти вещи, приданное, когда рождается мальчик. Он это помнил. А больше ничего не знал. Телевизор не смотрел. Он такой, видимо, был человек современный и продвинутый. И, в общем, короче говоря, мальчика привели в костюме голубого цвета каком-то. Воспитательница детского сада сказала, что она его не пустит на занятия. Потому что, значит, ну, надо поменять костюм. Папа во цвет завелся и сказал, что вот есть такое правило, он тут не знает, что тут все дураки. В общем, скандал дошел в директрис. Все-таки ребенка с папой отправили домой. Потому что, ну, никак было не перенести нарушение протокола, понимаете? Ну, это же невозможно, согласитесь. Ну, ну, как? Вот есть Снегурочка, есть Дед Мороз, правда? Ну, что это такое? Снегурочка будет в красном платье, Дед Мороз в синий это или в белый? Ну, нет. Ну, как-то. Нет. Понятно, что полная чушь. Понятно, что ряжены. Понятно, что куплено в магазине. Нет, ну, это мы же не дураки. Ну, надо же и честь знать, правда? Ну, как-то, как-то. Так вот. Вот этим, как-то так я пытаюсь выразить вот это интуитивно понятное, совершенно глупое, наивное, но в то же время безусловно существующее интуитивное правило отношений, которое присутствует. Вот. Еще я бы добавила здесь, что тело имеет большое значение, даже больше, чем слова. Потому что, если вы словами только скажете, поздравляю вас с днем рождения или с Новым годом, дорогие друзья. неплохо, но мало. Если при этом вы нарисуете что-нибудь все на лице, или подфриньтесь, или громко кликните, ну, как-то станет понятно, что вы разрешили своему телу сделать то, чего обычно оно не делает. И причем это в сторону экспрессии, в сторону чего-то. Есть, конечно, праздники и совсем ритуальные, то есть, я думаю, про римские сатурналии, про шествия, где, наоборот, с помощью тела делают то, что-то специальное. Например, парады физкультурников, где много-много людей делают одинаковые движения в одинаковых костюмах. Ну, если мы вспомним недоброй памяти фильм «Олимпия», который вот снимался в 30-е годы в Германии, который произвел очень большое впечатление на аудиторию, там как раз максимально использована тема тела, превращенный в ритуальный объект. Ну, в некотором смысле папа, переодевшийся Дедом Морозом, становится, ну, конечно, папой, но Дед Мороз. Ну, все-таки папа, но, конечно, Дед Мороз. То есть вот это вот... Уже дети трех лет не путают, в чем дело. И когда они требуют прихода Деда Мороза, они понимают, о чем идет речь. Вот. И еще я хотела рассказать о том, что праздники надо проектировать. Допустим, ритуалы. Если человек заболел, ну, здесь ритуал выполняется автоматически. Все падут в постель, просят не ходить на работу, приносят вкусную еду и лекарства, вызывать специального человека под названием доктор. Но не все догадываются сделать праздник выздоровления. А по идее надо делать и праздник выздоровления тоже. Возвращение к жизни. Вот. Ну, праздники, завершение цикла, цикла учебы, цикла работы. Допустим, буровики поработали-поработали в вахту, перед отъездом обязательно отвальная, правильно? Или студенты закончили вуз, потом отмечают, потом еще каждый год в следующий, 10, 20, 30, 40, 50 отъезд встречаются. Вот. Костюмчики специальные шьют. Вот даже такой бизнес кто-то придумал. Либо заказывать, либо отшивать. Какие мантии похожие на средневековые мантии, там шляпочки такие. Ну, чтобы когда человек выучает магистрский диплом, чтобы как-то все было поинтереснее. И пофотографироваться в костюмах. Вот. Ну, то, что кошку надо пустить в новый дом перед тем, как в него войти и как-то так отметить новоселье. Я тогда тоже буду молчать. Но вот очень важным является, например, такая информация. Я дольфтом ее рассказываю. Наверное, кто-то ее уже 20 раз слышал. А как мы с одним хорошим человеком придумывали, как ему без трудностей войти в коллектив в новом статусе. Он был просто рядовым сотрудником, и мы его назначили начальником в этом же коллективе, в этом же кабинете, в этом же, где много сотрудников, было и так далее. Он понимал, что добром это не кончится. И я придумала, использовала только те концепции, которые сейчас излагают, для него протокол. Назывался «Прощай и здравствуй». Предполагалось три события. Первое. Это прощание. Он должен был сделать вечеринку, принести напитки. А в этой организации можно было делать такие корпоративные вечеринки. попросить, чтобы кто-нибудь сделал зеленую папочку с золотым тиснением, где бы написали, а и в творческом пути, вот пеленок и вуза, до рабочего места, где он там внес свои пять копеек в развитии бизнеса. Потом обязательно выпить и закусить. Желательно спровоцировать драку. Или какое-то выяснение отношений с эмоциями. Ну, желательно, если бы удалось. Ну, не удалось бы тоже ничего, но неплохо. Кстати, именно на таких вечеринках иногда образуются новые пары. Потому что с кем-то глядишь, да и познакомишься на почве необычности. Сколько, потому что где знакомиться? А он говорит, против. Вторая фаза. Ему предписывалось прямо с вечеринки уехать на неделю в отпуск в незнакомое место. А за это время те, кто ему дали повышение, должны были оформить ему новое рабочее место. То есть передвинуть стол и обеспечить другое кресло. Стол должен быть побольше, кресло должно быть посолиднее. То есть... И вот он в другом месте должен был провести в одиночестве. Там никаких романов, походы вдоль моря. Там, например, Турция, или там вниз. Вообще чем-то такое. Созерцание, размышления о вечном. Третье. Привальное. Он должен был во время проездки приобрести пищевые сувениры и такие памятные для каждого сотрудника своего отдела. Обязательно. И приехав в обеденный перерыв или вечер, лучше в обеденный перерыв сделать стол, в котором бы вот эта экзотическая еда, экзотическое печенье, оно не отравное, по возможности не очень аллергическое, но экзотическое должны были быть предложены. И каждому выручен персональный сувенирчик. Ни в коем случае не одинаковый. Веренный из дальних краев, потому что человек, ушедший и вернувшийся из дальних краев, может стать царем. А человек, который сегодня был рядовым сотрудником, а завтра он царь, ему все равно извините. И завершает маленький мой спич упоминание Тернера, такого антрополога, который ввел понятие лиминальности, тему перехода. И, собственно, я говорю, на основе именно их концепции лиминальности я сделала вот это предложение. Кто-то сказал до свидания, вошел в определенную зону, как бы его пути в отделы его разошлись, потом сошлись снова, но он уже был в новом качестве. Они попрощались и снова встретились. Три-трое суток должен просидеть в сбушке. Был в каком-то из племен, которые были антропологами описаны еще до войны, то есть лет 80-90 назад вновь избранный вождь. На несколько часов удаляется в овальный кабинет президента США во время анаугурации. Вообще, когда человек получает новый статус, он должен быть побыть в одиночестве, выйти в одном статусе и вернуться в другом статусе, в новой одежде, иногда с новым именем и так далее. Лиминальность, то есть место перехода до свидания старый статус, потом путешествие в лиминальном пространстве в мыльевом, потом здравствуй новый статус. И в выходе, и во входе обязательно тоже смыкаются в мир и волшебный мир и обыденный мир. Вот. Такая история. Кто слушал сказочки, конец, кто слушал молодец, во всем сладкий леденец. Спасибо.